Ну, тему я обозначил в сегодняшней проповеди простым вопросом, зачем мне пастырь? Я просто задумался сам и подходил к людям разных возрастов, от молодых, от молодежи до пожилых, с простым вопросом, зачем тебе пастырь? Зачем тебе пастыр нужен в жизни, в церкви? Так как сегодняшняя тема, она касается церкви, поэтому и проповедь будет касаться членов церкви или людей верующих, которые последовали за Господом, поэтому это не будет общая такая тема именно для верующих. Почему мне нужен сегодня пастырь? Для чего? Если у меня есть Господь Бог, если у меня есть Тот, Который меня ведет, Который спас и скупил, Которому я дорог, Который слышит, с Которым я имею личное взаимоотношение, молюсь, читаю и так далее, зачем мне в жизни нужен пастырь? И в принципе некоторые, может быть, даже в церковь приходят или приезжают, потому что есть какие-то виды служения, где они могут привезти детей или сами принять какое-то учение, участие. Если убрав эти какие-то служения, человек остается один на один вот с самим собой, с церковью, с пастырем, и тогда вопрос, а зачем он мне нужен? И поэтому сегодня предлагаю посмотреть на этот вопрос и к концу, может быть, ответить, все-таки для чего нужен пастырь, для чего они поставлены и лично для меня, для чего он нужен. У человека разные есть ожидания. И вот я написал небольшой список ожиданий, что люди ожидают от пастора. Я не все сюда написал, буквально там пару десятков, что люди ожидают от пасторов. Кто-то ожидает посещения на дому или в больнице. Вот я живу уже в Спакене год-два, а пастор еще ко мне не приезжал, не звонил. Я заболел, попал в госпиталь на два-три дня, может быть, несколько дней там пробыл. Пастор даже не поинтересовался. То есть человек, член церкви, ожидает, что это пастор должен сделать. Звонок, если я пропустил несколько собраний. Вот меня не было на собрании, и никто меня не поинтересовался. Даже никто, не то что никто, не члены церкви, а пастор. Если он главный, если он руководящий, если он пастух, если он интересоваться должен был мной. То есть люди есть, члены церкви, которые ожидают. Ожидают улыбку на лице, рукопожатие при дверях. Если я прихожу в церковь, прихожу в дом молитвы, я хочу, чтобы пастор там стоял, именно меня встретил, назвал по имени, протянул руку, улыбнулся, то есть гостеприимство. Люди ожидают такое. Комплименты, поддержку после того, как что-то сделал. Или где-то совершил какое-то служение, исполнил поручение, как-то автоматически я жду реакции пастора. Подожди, он поручил, прошло 2-3 дня, никакой реакции. Я хорошо сделал, нехорошо сделал. Выслушивание, уважение моего мнения. То есть я как член церкви, я хочу сказать свое мнение, свое видение, свое предложение. И если пастор не выслушал, если он не поддержал меня, если он как-то не отреагировал на мое предложение, у меня уже сомнения в этом пасторе. Планирование проведения служения, я ожидаю, что пастор будет находиться на служении, будет планировать это служение. Участие в каждом мероприятии. Если это братские мероприятия, это совместные лагеря, какие-то поездки, семинары, даже маленькие группы я ожидаю. Ну а как? А пастор должен быть? А почему его нету? Почему это назначено было служение, и никто из пасторов не пришел? Пастор, участие в миссионерских поездках, это тоже церковь верующая или ожидает. Лидирование в проектах каких-то. Опять-таки, если церковь приняла решение выйти в город с каком-то проектом, может, в освидетельство еще, на какое-то шествие, а где пастора, почему их нету? Если предложили что-то сделать в субботник, это проект церковный, а пастора нету. Люди ожидают, члены церкви ожидают этот пастора. Встречи и контакт с власть имущими. Мы ожидаем, конечно, члены церкви, что пастор будет иметь контакт, будет знать по имени и мэра, и городской совет, и как-то будет вхождь туда, что-то добиваться и так далее. Еще несколько ожиданий. Примеры воздержания в личной жизни. Как бы ни хотели, мы смотрим на пастора и смотрим, что он себе позволяет, как он живет, скромно или не скромно. Мы ожидаем от него скромной жизни, не лучше, чем я устроился. Он должен жить как-то чуть-чуть хуже. Я ожидаю от него, что он будет воздерживаться от каких-то, я имею в виду, излишеств, негреховных. А то, что позволять могут другие, я ожидаю, чтобы пресвитер в этом воздерживался. Личное обучение, умножение знаний, углубления. Я ожидаю, чтобы пресвитер, он углублялся, он знал, он больше знал меня, потому что он же весь учит, он ведет, он впереди. Я ожидаю, чтобы он находил время, читал книги, углублялся, может посещал какие-то семинары, учился и так далее. Осведомленность в политической сфере тоже простые голосования и звонки, и такс-месседжи пресвитерам. А за кого голосовать? А какой закон принимается? А что под этим кодом или под этим номером закона скрывается? Мы за или против тоже ожидают от пресвитера, чтобы он в это вникал? От пресвитера ожидают безгрешности, безошибочности. То есть в какой-то мере, что человек пресвитер, он не может ошибиться. Если он сказал в отношении ко мне, он не может нагрубить, он не может повысить голос, он не может где-то сделать ошибку. Так люди устроены, или так члены церкви, те, кто меньше ожидает от того, кто идет впереди, от руководителя, чтобы он не ошибся. Доступность, безобидчивость, простота. Мы в то же время ожидаем, чтобы пресвитер был знаток, богослов, теолог, то есть знал в сведущем писании, но при личном контакте, чтобы он был прост, подошел, улыбнулся, обнял, доступен был. Если я ему что-то сказал, не впопад или не подумав, чтобы он не обиделся и перенес это. Консультирование молодых пар, согрешивших и всех разных других людей, которые мы тоже ожидаем, если он пресвитер, он должен найти время провести 10 бесед, с тем 5 бесед, согрешившим, прежде чем его привлечь к церковной дисциплине или взысканию какой-то. Мы ожидаем, что пресвитер с ним встретится и будет раз, два и три работать, искать этого человека, эту душу. Мы ожидаем, чтобы пресвитер взращивал учеников после себя, оставляя последователей, последовательства Христа, которыми он мог проводить один на один время, может быть, где-то лично встречаться, домой приглашать и взращивать учеников, подготовка крещаемых и, как я сказал, других разных групп в нашей церкви. Мы ожидаем, чтобы пресвитер примерял ссорящихся или, может, делил и какое-то имение, какие-то вопросы решал, останавливал еретиков, чтобы он был сведущ в разных других лжеучениях и мог наставании Писаний остановить, победить в диспуте, победить в диалоге. Иногда послушаешь, вот когда диалог происходит какого-то там баптиста и с кем-то другим, думаешь, вот смотри, как он мог. А этот человек может этим и только специализируется, он 24 часа в сутки посвящает, чтобы изучать закон учения какого-то направления для того, чтобы потом иметь дискуссии. Но мы ожидаем автоматически это от пастора. Красноречия, глубоких познаний Писаний и так далее. Далее, этот можно список продолжать. Кто-то говорил, кто для тебя пастор или что-то ожидающий, я ожидаю его как хозяин церкви, как босс, как директор, как руководящий всем и так далее. И вот переходя эти наши ожидания, и сегодня мое желание посмотреть с перспективы не пастора, а с перспективы через Писание, с перспективы нас верующих, что мы вправе ожидать или что мы должны ожидать, что Господь им поручил выполнять. Сходится ли то поручение, которое Господь оставил пастору и с моим ожиданием, что я ожидаю от него? Есть ли этот контакт? Должен ли он этот весь список исполнять? Я не говорю, что в этом списке есть что-то негативное, плохое или грешное, или не хотелось бы видеть в пасторе. Все абсолютно хотелось бы увидеть в человеке, руководящем, ведущем в пасторе. Но главная, приоритетная задача, когда мы оцениваем пастора, или он дан нам Господом как привилегия, как забота о нас, на что мы должны, во-первых, обратить внимание, или на что обращает внимание Писание. Я предлагаю вам прочитать первых три стиха знаменитого псалма Давида, который каждый из нас, наверное, произносил хотя бы один раз в своей жизни. Если мы произносили, значит, мы декларировали, мы исповедовали, мы соглашаемся, что в пасторство заключается вот в этих четырех глаголах, которые здесь подчеркнуты. Мы читаем, Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажетях, водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Вот псалмопевец, когда говорит о Господе, он принимает его или видит своим пастырем, шепард, это тот пастух, который был послан, или за которым идет Давид. И вот он говорит, первое, что он говорит, если Господь мой пастырь, я ничем не буду нуждаться. То есть вот в этом образе пастыря заключается удовлетворение всех моих нужд. И вот обратите внимание на четыре глагола, которые здесь обозначены. Что делает пастырь? В частности, в данном случае сказано о Господе. Он покоит меня. По-английски чуть-чуть покоит меня на злачных пажетях. Это не всегда, например, кормит, не всегда это значит слово кормит. Вот в английском, he makes me lay down, то есть покой, отдых. Господь есть пастырь или пастырь вообще, in general, он тот, который не будоражит, не тот, который дух мой выводит из покойного состояния, а наоборот, который ведет меня или дает возможность отдохнуть, покоит меня, успокаивает, посылает мир. Пастырь настоящий водит меня к водам тихим. Он ведет меня, то есть он лидер, он впереди. Господь говорит, я не отправляю тебя, я не посылаю. Или Давид говорит, пастырь не тот, который погнал куда-то или отправил, а пастырь, который водит, то есть он, наверное, посвятил время для того, чтобы исследовать или, имея знание, куда повезти, и он водит за собою овечку, в данном случае Давида. Он подкрепляет душу мою, то есть он не дает душе моей полностью разочароваться или прийти в тупик или впасть в депрессию. Пастырь, заботясь о душе человека, Господь в данном случае, он подкрепляет душу, он видит, когда душа ослабевает, когда у души много вопросов, он находит какие-то пути воздействия на эту душу, какие-то продукты, витамины, лекарства, не знаю, он подкрепляет душу. И последнее, направляет меня на стези правды. Он направляет, то есть он руководит, он избирает путь направления. Но это сказано вот о Господе, и кто-то, может, прочитав, скажет, «Ну вот, Господь мой пастырь, я соглашаюсь, подписываюсь, и этого мне достаточно. Господь кормит, покоит, водит и направляет. Он меня обеспечивает, и как Давид это произнес, соглашаясь с Давидом, мне, зачем мне нужен пастырь в церкви?» Вот возвращаясь к этому вопросу. Овечки, стадо овец. Интересное вот сравнение. Читая об этих животных, я никогда не пас этих животных, и не помню, чтобы кто-то в моем роду или рассказывал, или этим занимался. Но вот почему Господь сравнил себя с пастухом овец? Почему, по-другому сказать, людей Он сравнил с овцами? Ну почему, например, не с красивыми павлинами или с какими-то птицами? Птицы, стая птиц, есть вожак, и вот они летят красиво, парят над этим. Ведь можно было бы много привести аллегорий с птицами, если бы Он людей сравнил с птицами, а Господь сравнил бы себя с вожаком этой стаи. Или, может быть, красивые дельфины. Или, может быть, что-то из умных животных, таких, как даже простая собака домашняя, верность, которую проявляет хозяин, но она постоянно... Какая верность с овцы? Какая, так скажем, красота с овцы? Вот можно было... Или сила. С тигром можно было сравнить этим животным, красивым, быстро бегущим, сильным, непобедимым. Но почему сравнение нас, людей, тебя и меня с овцами, с овечками? Кому-то это сравнение не нравится. И разговаривал на этой неделе. Он даже не хочет, чтобы я называл его овцой. Есть такие. Но это Писание. И вот почему-то Господь избирает это сравнение, эту аллегорию для того, чтобы что-то передать, свой образ и состояние поведения человека в каком-то характере в этих овцах. Посмотрим на несколько фактов. Может быть, есть их намного больше и разные факты. Но вот читая, изучая, наткнулся на несколько фактов о овцах. Они пугливые. Настолько, что шум воды в реке станет препятствием, чтобы напиться. Если они хотят пить, и вот они прибежали или пришли с пастухом к реке, шумной реке, которая бурлит. Воды хочется. Они станут... Даже есть зафиксированные случаи, что возле воды умирали овцы, если вода не тихая. Не будут они пить из шумной реки. Почему мы прочитали, он водит меня к водам тихим, где спокойно течет вода. Вот такая овца, что она воду видит, а пить боится. Пугливая. Не способны защищать себя от хищников. Просто бегут. Вы видели, когда-нибудь, чтобы овца где-то боролась с волком или хотя как-то пыталась защититься. Они настолько пугливы, что они просто бегут. Убегают от различных хищников. И мы, как люди, вот через Писание, имеем это сравнение, сравненные с овцами. Сами не способны найти пастбище, пищи. Почему им нужен постоянно пастырь? Они не могут найти, они не могут предвидеть, они не могут пойти, как другие животные. Другие животные намного лучше выживают, намного более ориентируются в местности. Сами не способны найти дороги домой. Без пастуха простой осел, и тот найдет дорогу домой, хозяину, откуда его вывели. Овца не может. Ее должен пастух привезти. И даже подойдя к загону, к этому он должен ее завести вовнутрь. Не могут существовать долго в одиночестве. Тоже интересный факт, когда я прочитал, вот они должны в стаде быть. Если другие животные, там умная, я не знаю, обезьянка или собака, они могут в одиночестве быть, находиться, и это ихняя стихия. Овцы они не могут. Они должны постоянно чувствовать общность, где-то быть рядом, в стаде. Они должны хотя бы несколько овечек себе подобных рядом возле себя видеть. Они не способны себя очищать, как другие животные очищают. Они не способны даже различать лица людей. Хотя насчет этого некоторые спорят. Говорят, доказывают, что могут, но в основном приходит тому, что они не могут. Почему и в Писании написано, овцы слушают глаз или слышат голос. Они из звука, они голос различают пастуха, но лицо не различает. И вот тогда вопрос, почему с такими овцами, с такими животными Господь нас сравнивает или себя сравнивает с пастухом, с пастырем. Что нам с этим дальше делать? Или какой мы можем из этого извлекать урок? И все-таки нам нужен пастух или нужен? Вот и зная эти факты об овцах, как бы о себе мы много не думали и не считали себя умными, образованными, самостоятельными, способными существовать, я даже сейчас говорю, в христианской сфере жизни, в одиночестве, принадлежать к обществу святых виртуально или в духовном мире, но не принадлежать какому-то стаду, к церкви поместной. Даже если мы так думаем, мы ошибаемся на основании Писания, на основании этих характеристиков. Нам нужна общность, нам нужны люди, нам нужны себе подобные, которые будут рядом находиться. Помните этот стих, который высвечен на экране? Когда-то Иисус сам, это уже не Господь Бог, не Отец, а Иисус в Новом Завете, увидев людей, Он опять-таки их сравнивает с овцами, Он говорит, Он увидел их изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастырь. Он посмотрел на людей, которые были как бы сбиты вместе, они ходили за Христом вот вместе, создавали видимость толпы, вместе находились. Но Он посмотрел на их сердце, на их душу, на их внутреннее состояние, Он увидел, что они изнемогли. Они, как не имеющие пастыря, Он увидел нужду, или в этих людях нужен пастырь. Вот зайдя немножко и так издалека, мы переходим к главному, к этой теме, именно пастырское служение, или пастырь в поместной церкви. В Писании мы видим, или прочитали, что Иисус Христос сравнивает себя с пастырем. Первый текст, который вы видите на слайде, на экране, говорит о том, что Иисус сам прямо, ни вокруг, да около, ни косвенно заявляет, «Я есть пастырь добрый». Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Иисус Христос заявил, что «Я есть пастырь». Я думаю, с этим никто не спорит, и нам это приятно, нам это нравится, мы согласны, чтобы Иисус Христос был нашим пастырем, мы это исповедуем, в молитвах мы этому учим детей, и это нам нравится. Но дальше, когда Иисус Христос уходил с этой земли, духом оставаясь здесь на земле, понимая, что Его самые любимые ученики, те, которые последовали, которые оставили домы, оставили семьи, оставили бизнес, которые отдали душу, последовали, и в будущем, получив Духа Святого, гайденс оттуда с неба, вводимость Духа Святого, Иисус на последней встрече с Петром подзывает Его садиться и передает вот это свое пастырство. Он говорит, он спрашивает Его, любишь ли меня, задавая этот вопрос или ставя в основание, есть ли у тебя любовь ко мне, если да, тогда что Он говорит? Он говорит, Иисус говорит Петру, паси овец моих. Это прямое повеление человеку, передача тех полномочий, которые имел Господь Бог, имел Иисус Христос, которые заявили, что они истинные, добрые, верные, полагают души свои за овец, пастыря, они передают свои полномочия, и конкретно в этом случае описан апостол Пет, когда они там находились в море. Он говорит, паси овец моих. Он вместе говорит, паси анцев, даже маленьких ягнят, которые вот только будут появляться, которые только будут рождаться духовно, которые вот так беспомощны. Он не говорит, руководи стаей птиц, или будь вожаком, или как мы говорили о других животных, он ни с кем не сравнивает. Он все равно, Иисус Христос сравнивает тех людей, последователей, которые последуют за Иисусом Христом, последуют, приняв это учение, поверив в Иисуса Христа, находясь в дороге в небеса, он говорит, они овцы, они овцы, и я прошу тебя, Петр, апостолы, ученики, паси, паси. Следующий стих, который мы читаем дальше, апостол Петр, апостол Павел, который заканчивая, апостол Петр, пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовы, и соучастник в славе, которая должна открыться, пасите Божье стадо, какое у вас. Апостол Петр заканчивая свою жизнь, вспоминая то повеление Иисуса, своего Учителя, которое он получил, там, у Теревиадского моря, он заканчивая свою жизнь, подзывает, присвятировали, пишет им послание, направляя это свое желание, или завещание, так по-нашему он говорит, говорит, пастырей, а вы поставлены в церкви, пасите, пасите Божье стадо, пасите, и мы тогда вспоминаем тот псалом, мы дальше посмотрим, вспоминая тот псалом, который мы прочитали, 22, что включает пасите, что овцы могут ожидать от пасыря. Но мы должны, во-первых, понять, что это не прихоть или не желание пасыря руководить церковью или группой людей, так сказать, если прямо, не мы пасыре нужны, но пасырь нужен нам, людям, простым овцам, верующим христианам. И вот еще один стих, «И так внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюсти, блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которого он приобрел себе кровью». Павел, это пресвятерам из Ефесов, тоже на закате своей жизни, перед тем, как отправиться на страдания, он понимал, что заканчивается. Он нес это служение, он нес этот груз, он нес ответственность и созывает с Ефеса пресвятеров и говорит, пасите церковь. Опять-таки, не употреблено никакое другое слово. Пасите, кто-то говорит в этом словом пасите, заключено по-английски leadership, feed и охрана, care, забота о церкви. Конечно, апостол Петр и апостол Павел понимали и подчеркивают, что это церковь Иса Христа. Это не их общество, не они набрали себе компанию, не они набрали группу поддержки, не они набрали команду какую-то спортивную, в которой они теперь лидируют. Нет, они подчеркивают, что это церковь моя, церковь Иисуса Христа, церковь Божья, которая призвана из служителя пости. И сегодня мы посмотрим на три аспекта, в чем, так скажем, не то, что задача пресвитера, а в чем наше благословение от того, что мы имеем пастыря в поместной церкви. Возвращаясь еще раз к этому псалму, который мы прочитали, теперь мы посмотрим со стороны уже не только Господь есть пастырь мой, но и служитель, в первой церкви были эти апостолы, сегодня о тех, которых мы говорили, пять пресвитеров, которые избраны Господом или поставлены в церкви по местной нести это служение, вот они покоят, подкрепляют, направляют, ведут, успокаивают. вот их теперь это обязанность и наша привилегия, наше благословение в этих глаголах или в том, что они находятся на своем служении и совершают это служение. Еще один текст, повеление или послание, послание к Титу, которое все маленькое, три главы, и вот я выписал почти все глаголы, которые были обращены к этому пресвитеру, к пастору, к служителю, что должен был делать? Это еще одно подчеркивает, на что апостол Павел обращал внимание. Он не говорил, что ты там, Тит, не забудь, как проводить служение, ты не забудь там больных посетить, ты не забудь звонок сделать или еще что-то, вот те наши ожидания. Вот теперь сравнивай, что я ожидаю от пресвитера и что Павел поручил пресвитеру совершать. И это очень интересный текст, в котором очень много сказано. Смотрите, обличай их строго, ты же говори, то, что сообразно со здравым учением, юноше увещевай, во всем показывай образец, рабов увещевай, это говори, увещевай, обличай, напоминай, удаляйся, отвращайся, позаботься. В основном мы видим в этих глаголах что-то связанное с речью. Ты говори, напоминай. Они будут знать, а ты им все равно напоминай. Они будут уклоняться, а ты их увещевай. Ты обличай их строго, ты говори. То есть основное служение пресвитера или основное благословение меня как члена церкви иметь пресвитера, который может исполнять вот эти глаголы повеления, которые апостол Павел передавая своему сыну, духовному сыну Титу и это поручение. Да, здесь есть, например, однажды сказано показывай в себе образец. Тоже это наше благословение, что мы можем посмотреть на пресвитера, увидеть образец, и как он поступил в этом случае, как он отреагировал, как он сказал, или как он ведет, или как его посещаемость, сколько времени он проводит в молитве, или он на служениях постоянно. Это пример. И Павел разрешает, или показывая Титу, говорит, ты показывай пример, пусть другие люди смотрят на тебя и учатся у тебя на самом деле. Братья и сестры, мы в нашей церкви, имея пресвитеров, мы тоже можем учиться, мы братьям можем учиться, если пресвитера посещают, например, молитвенные завтраки, они находятся на служении и в среду, и в воскресенье, на всех служениях. Мы смотрим, мы учимся, мы не смотрим с презрением, говорим, но им нечего делать, а им надо, потому что они пресвитера. Здесь сказано, чтобы они показывали пример, то есть это пример для нас. Вот последнее написано также позаботься, оставить. То есть все-таки есть в повелениях или в задачах пресвитера, чтобы они заботились. Там говорится об Аполосе и другим служителях, что пресвитер, присмотри там, чтобы они не остались в нужде. То есть какое-то участие в финансовом состоянии других сотрудников, то есть пресвитера, они имеют это. Но основное, то, что мы здесь увидели, связано со словом. Просто все связано со словом, что пастух должен делать и что мы получаем от пресвитера, когда он говорит, учит, увещевает, напоминает. Может быть, по-нашему, по-человеческому надоедает, но это повеление. Он выполняет то, в чем он поставлен, чему он научен и в чем поручено, что поручено ему сделать. Три момента. Последние три момента мы подходим к концу. Именно что делает пастух или пастор? Первое. И что-то в этом слове включено, заключено. Пастух кормит. Первый текст, который мы прочитаем. «Итак, внимайтесь себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, и пасти». В английском есть одни из переводов церковь Иисуса Господа и Бога, которого он приобрел себе кровью. Иисус Христос приобрел кровью. Это что-то дорогое. Иисус Христос, для Него церковь это невеста, это дети, это друзья, это царственное священство, это зрачок глаза, это много различных сравнений. Но мы сегодня говорим именно о сравнении пастухи и овцы. И когда Господь приобрел, Он хотел что-то, чтобы оставив или заботясь, Он на время оставляет здесь церковь, время от времени Он забирает верующих с этой земли, переводит их в вечность. И вот самое главное Он передает и говорит или передает, что должны делать пастыря. Он пастырей делает или ставит во благо нам. Братья и сестры, мы как овцы, мы как люди, мы как христиане без пастуха не смогли бы дойти до вечности. Если бы мы смогли, Иисус Христос не оставил бы пастырей, пастухов здесь на земле. Зачем? Вот возвращаясь в вопрос, зачем? И вот первый ответ это для того, чтобы они кормили и учили. Апостолы об этом говорили. Написано, смотрите, когда опять-таки Он к Титу говорил, что будешь наблюдать или будешь просматривать, выбирать пресвятеров, Он говорит, смотри, чтобы они были державшиеся истинного слова согласно с учением, чтобы он был силен и наставляет здравому учению и протививившихся обличать. То есть, другими словами, апостол Павел говорит, ты присмотрись к его дарованиям, к талантам этого человека, не став на пресвитера просто, может быть, какого-то молитвенника, который тихо, спокойно молится. Но пресвитер должен быть силен наставлять, он должен иметь власть слова. И присмотрись на это, определи, это качество нужно пресвитеру, потому что пресвитер не тот, который будет ездить по больным, не тот, который будет ломать хлеб или совершать вечерю. Пресвитер это не тот, который будет где-то постоянно учиться в колледже, в семинарии, получая знания. Но апостол говорит, Тит, пресвитер тот, который должен будет наставлять и обличать противящихся, будут те, которые будут противиться. Это очень главная или основная мысль, которую передавал апостол Павел, основное качество. И мы, братья и сестры, имеем благословение, привилегию, когда пресвитер может наставлять. Нравится нам, не нравится, соглашаемся мы. Может быть, даже не всегда согласимся. Это нормально, что-то перепроверим, с чем-то будем спорить. Но благословение в том, что служителя пресвитера именно они наставляют, они имеют понимание здравого учения, они могут это делать. И еще одно. Иисус говорит ему, паси анцев моих. Опять-таки Иисус Христос говорит, feed my ship, в одном из английских переводов, то есть корми, напитай. Зачем мне пастор? Для того, чтобы он меня мог кормить. Для этого они исследуют, для этого они углубляются. Вот то, что мы читали, он покоит меня на злачных пажетях. Для того, чтобы кормить меня, пастор должен книги читать, в Писании изучать, слова проверять, сам духовно очищаться, сам ограничиваться, для того, чтобы напитаться, иметь этот багаж и накормить. И накормить не просто вывалить, а вот это слово пасти, оно, почему оно многогранное, но не только корми. Вот я пресвитер, я там, пресвитер здесь стоит, я сижу, и он меня кормит ложкой, говорит, на, глотай, на, глотай, на, глотай. Все, что я сказал, нет, паси, то есть приведи туда. И пресвитера они прослеживают, смотрят наперед, на какое пастбище повезти, какую тему предложить в церкви, какую серию проповедей предложить, кого поставить на проповедь, куда повезти, что предложить слушать, что смотреть, а где оградить, написано, как здесь, имеющие силу обличать противящихся, те, которые будут противиться, то ли в этом стадии, то ли извне, которые сможет обличать. И это, пресвитера задача, это мое благословение, что есть те люди в нашей церкви, пять человек, которые занимаются, смотрят наперед, идут на шаг вперед для того, чтобы накормить меня. Это первое. Второе, для чего нужен пастух. Пастух заботится, охраняет. Мы сразу прочитаем эти два отрывка. И первый, опять-таки, это апостола Павла. Итак, внимайте в себе и всему стаду. Апостол Павел говорит это пресвитерам. В котором Дух Святой поставил вас блюстителями, постит церковь Господа и Бога, которую он приобрел себе кровью своей. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, нешадящие стадо. Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Поэтому бодрствуйте. И теперь слова Иисуса Христа. Берегитесь уже пророка, который будет приходить к вам в овечьей одежде. А внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете, их через несколько стихов эта фраза сказана. Опять-таки, сравнение с овцами, сравнение хищников с волками. Почему не со львом? Почему вот с каким-то другим животным, а именно волки? И волки характеризуются тем, что они, когда нападают на стадо, они просто передушивают, перегрызают или умерщвляют овечек. Это первая одна. Или вторая, как здесь было сказано, задача этих хищников увлечь за собой. То есть овцы настолько, так сказать, не глупые, но недостаточно умные, что они пойдут за волком, как за вожаком. Они за козлом пойдут, за ослом пойдут. Любой другой вожак. В овцах нету лидера. Вот среди овец кто-то должен быть из них, и они готовы пойти. И вот волки, хищники, они знают. Они либо, появляясь в это стадо, чтобы увлечь за собой, и потом на стороне с ними, с овцами расправиться, или здесь их передушить. И вот задача пастуха, задача пастуха, смотря на церковь, задача пресвитера, задача, или мы, как члены церкви, имеем привилегию, что за нас, нас кто-то охраняет. Спим мы, в церкви находимся, или дома находимся, ютуб слушаем, на работе находимся, чем-то питаемся. Нас кто-то охраняет, за нас кто-то заботится. Не только Господь, который является главным пастереначальником, или пастухом, но и местные. Они охраняют. Помните тех пастухов, которые ночью содержали ночную стражу, они ночью даже охраняли овец, пусть там в загоне, или в открытом поле, постоянно находились в бдении. И когда апостол говорил это к Ефесе, интересно, он не сказал, что давайте молиться, чтобы Господь разогнал хищников. Или давайте Господь поставит свою ограду, и хищники не прикоснутся к церкви. Он говорит, что войдут и придут. Он как бы пророчествует. Ефес, или пастера Ефеса, к вам будут проникать волки. Они будут как хищники. Что вам нужно делать? Вот это слово, бодрствуйте. И вот наши постарания бодрствуют, когда какой-то хищник проникает. Если практически в среду сидел на собрании и думал, а были в нашей церкви на горе за последние несколько или нет, вот кого я могу назвать хищником или волком, который пытался проникнуть или навредить, или навредил. Не знаю, не хочется, может быть, как-то по именам конкретно, были, не были, это дело каждое. Но когда вот стадо, стадо может быть, даже и не понять, что где-то приближался хищник или там с краю какую-то одну овечку оторвал. А остальные, как паслись, кушали траву, пастух, видя хищника, он или отгоняет, или сопротивляется, или вступается за овец. Овечка как будто и не знала. Может быть, этот вопрос нужно задать нашим пресвитерам. Сколько было этих хищников? Как они пытались проникнуть? Как они пытались поразить? Мы не знаем, за какую овечку сегодня пастух сражается. Может быть, из нашей церкви какую-то овечку уже увлекли, утащили, изранили. Вот эти вот хищники, она находится где-то, она сегодня не в стадии. Другие овцы, даже может быть, и не заметив это, но пастух, имея вот это, или испоняя бодрство, он знает, и он сегодня борется, за кого-то молится, с кем-то встречается, за кого-то сопротивляется с каким-то другим лжеучением, потому что Иисус Христос говорит, и белогитесь, лжепророков, то есть лжепроповедников, лжепроповедников, лжепророков, те, которые попытаются вот увлечь и еще одеть овечью одежду, стать похожим. Вот овечья одежда, вот то, что самое большее, наверное, скрывает и внутреннюю суть, одежда овечки. Они могут правильно одеться, галстук, сегодня у меня нету галстука, они могут галстук одеть, и красиво говорить, и, не знаю, даже, может быть, эмоции показывать, что-то правильно все делать, вести как овечка и увлекать за собою. Но вот здесь сказано нещадящее стадо. В их сердце внешнее правильно должно быть проявление. Их, это вот овечья одежда, это затеряться или казаться, чтобы никто с первого взгляда не сказал, слушай, а он что-то не наш. Конечно, он наш, он наш, и учитель, и лидер, и просто член церкви. Конечно, он наш, но внутри у них жалости нету. Они могут, грубо сказать, они могут своего добиваться, нещадящее стадо. Если это мое мнение или мой взгляд какой-то принесет разделение, кого-то выгонит или еще что-то, а мне все равно стадо, я нещадящее, я овечка, Христос говорит, и апостол говорит, это хищные волки, которые проникают. Но не будем об этих волках, сегодня мы говорим о пастырях, которые заботятся, которые заботой их или пасут и заключается в том, что они охраняют стадо. И нам нужно просто, наверное, усилить молитвы, чтобы эта охрана, чтобы их бодрствование, чтобы они сами не уснули, чтобы поблагодарить Господа, что есть те, которые охраняют наше стадо или нас с вами. И еще третье. Первое мы сказали, кормит, учит, второе охраняет, третье, пресс-фитер, направляет, ведет. В Псалме 22-м пасторь мой направляет меня, направляет это лидерсип, это вперед. Кому-то, может, не нравится слово это лидер, но оно говорится в этом, направляет. Вот когда-то мы в детстве играли ручеек, после дождя бежит вода или где-то, и мы хотим перенаправить, строить какие-то, где-то углубления делать, где-то сделать берег повыше, чтобы водичка туда потекла, или в строительстве где-то кто-то отводит воду от дома, то есть направляет движение. И вот пасторяне тоже, заботясь о нас с вами, о наших душах, о церкви, они направляют. Это не просто, значит, обрубливают, берут, пересаживают, направляют, чтобы как-то обстоятельствами естественно выложить дорогу и чтобы я пришел туда, чтобы я, например, взял эту книгу, прочитал, или я начал слушать не этого проповедника, а этого проповедника. Может быть, чтобы я перестал фильмы смотреть, мирскую литературу читать, а больше склонился к Слову Божьему. Вот они направляют, выстраивая обстоятельства, создавая какие-то виды служения в церкви, чтобы привлечь и ту группу людей, и молодых, и пожилых, и мам, и пап, и братьев, и сестер, и ночью, и днем, и разными видами он направляет пастух, заботится, для того, чтобы я пришел к этим злачным пажетям. Другой стих. Достойно начальствующим присветерам должно оказывать сугубую честь, которую мы вначале читаем. Вот это начальствующий rule, то есть присветера, они управляющие тоже, в то же время, что они пастухи ведут, они заботятся, перевязывают, кормят и так далее, но они еще поставлены, как апостол Павел говорит начальствующими, управлять, вести, ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись, take care of церкви Божьей. Опять-таки, апостол Павел говорит, когда будешь избирать присветеров, или присветер должен быть хорошим управляющим дома, почему? Потому что, если он дома не может управлять, он не сможет управлять церковью, не сможет вести, обрати на это внимание, в качестве присветера должно быть управляющее тоже. И еще один стих, и так внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блестителями, другое слово, руководителями пости церковь Божья. То есть, присветера, они также поставлены, чтобы управлять, направлять нас. В нашей церкви пять присветеров, Александр Кириллович, Александр Сипко, Евгений Балакирев, Сергей Ангельчев, Александр Андреевич, Скрипник, это те, которые поставлены Господом. Это те братья, они разные, они одарованные, талантливые, уникальные, они, каждый из них, вот, исполняют повеление Иисуса Христа, повеление апостолов, Петра и Павла, и они поставлены пастухами. Для нас, овец, в этой поместной церкви. На данный момент, вот это, пять пастухов, которые выполняют те задачи, которых мы сегодня сказали. Кормят, они охраняют, они направляют, они водят нас, как настоящие шепердс. У них есть пастырорачальник, у них есть тот, который их поставил, перед которым они дадут отчет, как мы сегодня услышали это в программе, этот стих. Наша задача сегодня молиться о них, благодарить Бога за таких пастухов. Не везде есть, не везде есть пастыря в церквах, не во всех общинах. Наша задача поблагодарить их, поблагодарить сегодня, может быть, не только в молитве, а лично кому-то позвонил, кто-то привык звонить, кто-то может отправить сообщение, поблагодарив, поддержал их, может кто-то захочет и отправить карточку, поддержал их, также финансово. Об этом тоже Писание учит, что мы должны делиться своим имуществом, имением с теми, которые нас научают. Это может быть другая тема. Но в этот день, в этот праздник, братья, пресетера, которые смотрят нас и слушают, мы благодарны вам, что вы находитесь в этой общине, в этом стаде, в котором Господь вас поставил. И мы рады, что, исполняя Божье повеление, в том, что вы пасете его стадо, его овец, вы исполняете, вы делаете, углубляетесь, посвящаете, вы теряете силы, теряете здоровье, может быть, теряете ночные часы сна и так далее. Многое, что вы вкладываете, жертвуете, и Господь до вас даст. Простите нас, где, может быть, не так были, не так вели, уклонялись от общности, от стада, может быть, проявляли свои, какой-то характер, благодарность вам, что у вас хватает терпения. И верим, что Господь дальше вас оставит продолжать нести это служение. Пусть Господь благословит и вас, и всю церковь. Аминь.